Сегодня стала известна причина пресс раннейших дорожных выкрутасов, как подумали очевидцы и хозяйка Тойоты Короллы, без вины атакованной сзади минивеном породы Ниссан. Все произошло ровно месяц назад, 14 ноября, на визе на крутом пригорке на улице Токарей. По словам Екатерины, в тот день она на дороге ни с кем не конфликтовала. Тем не менее, в заднюю корму ее иномарки тюкнул странный минивен с автобагажником на загривке, протащил ее по трем полосам. Попутные пилоты, заметив неадекватную автомобильную сцепку, притормозили, чтобы и самим не втюхаться в чужие разборки. Дотащив Тойоту до правой полосы, Ниссан Либерти, что выяснилось значительно позже, наконец-то отцепился от случайной попутчицы. Промчался по обочине, разбросал придорожный сугроб, едва не сбил двух пешеходов и помчался дальше. Один из любопытных автомобилистов догнал беглеца, проехал рядом и снял на видео тех, кто находился в таранном минивене. Екатерина в комментариях порталу Е1 сообщила чужих, разумеется, слов о том, что за рулем якобы был мужчина. А рядом на переднем сиденье находился то ли попутчик, то ли попутчица, владелица не сильно. По коцанной иномарке написалось заявление в ГИБДД, не очень-то надеясь на то, что так называемого дорожного камикадзе удастся отыскать. И ошиблась. Он, а точнее она, женщина, в тот день сидевшая за рулем Ниссана Либерти, сама пришла в ГИБДД и сообщила о том, что она ехала с дочкой и ей неожиданно поплохело за рулем. Да так, что она пришла в себя, лишь наехав на сугроб. Все это Екатерине процитировали полицейские из-за объяснительной виновницы ДТП. И даже показали какие-то медицинские справки, из которых потерпевшая сторона предположила, что терявшую сознание за рулем женщину, скорее всего, ожидает лишения прав по медицинским показателям. В ГИБДД пострадавшие автоледи посоветовали обратиться в страховую компанию. Продолжение следует...